Добрый вечер! Сегодня в акценте Алексей Столяров, пранкер Лексус и Владимир Кузнецов, пранкер Вован, авторы книги «По ком звонит телефон». Спасибо, что пришли. Я поздравляю вас с вашей первой книгой, поздравляю с грандиозными гастролями, с представлением этой книги. Кто из вас главный? Да, вопрос недавно. Сегодня главная книга. Но мы не меняемся ролями, там, сегодня давай ты будешь, завтра я. И вообще из двух людей сложно как-то выделять кого-то, кто является передовым и кто второстепенным. Почему вы разыгрываете людей вдвоем? Но ведь каждый может этим заниматься, и каждый занимался этим. Ну так проще? Ну так проще, конечно. Одна голова хорошо, две лучше. Когда там идет поток генерации идей, то, конечно же, лучше этим заниматься вдвоем и друг с другом советоваться и консультироваться. А по одиночке это не так эффектно может быть. Роли распределены как? Мы их не распределяем особо. Мы просто вот советуемся, вот пришла идея, кто-то ее говорит второму. И потом либо идет, либо не идет, и потом думаем, как реализовать. Сколько вы зарабатываете на пранке? Хороший вопрос. Достойно. Для федеральных журналистов. То есть это то, что действительно приносит деньги? Ну да, но это не основная наша задача. Как и любой художник, который продает картины, получает с этого деньги. И также режиссер какой-то спектакль ставит, зарабатывает на этом. Даже в первую очередь... То есть в трудовой книжке у вас пранкер не написано? Нет, там другое написано. Как происходит монетизация ваших пранков? Мы делаем запись, готовим материал и поставляем его как контент одному из федеральных телеканалов. В качестве как вот продакшн такой. Как вы придумываете, кого разыграть? Как вы выбираете своих... Вот кого? Жертв? Как вы их сами называете? Как удобно. Как им удобнее. Мы реагируем на громкий инфоповод в СМИ и уже там дальше. Если тема нам интересна, то мы можем ее взять и там уже смотреть. Если какие-то герои к ним можно как-то добраться, тогда мы уже ищем какие-то пути, выбираем роли, соответственно, ищем контакты. Тройку или пятерку, с вашей точки зрения, самых звездных ваших жертв назовите? Тройку мы никого не выделяем. Они все описаны в нашей книге. Каждый имеет свою индивидуальную историю. Ну хорошо, рандомно просто. Кого вы разыгрываете? Порошенко, Эрдоган, Лукашенко, Маккейн. Можно массу привести примеров. Президенты у вас в первой срочке? Ну они, конечно же, по иерархии. А вот теперь самое главное. Мы уже говорили об этом. Как вам это удается делать? Ну как можно взять и позвонить президенту? Все гораздо проще, чем вы думаете. По-разному бывает. Был президент Молдовы Николай Тимов, тебе бывший президент, он открыто общается по мобильному телефону. Ну это ладно. Меркель тоже общается по мобильному телефону. Ее же прослушивали американцы долгое время. У остальных... Слушайте, вот если мне понадобится телефон президента, я напишу в фейсбуке Алексею. Мне это случайно. Ну подружки просто подкину. Но вы-то их откуда берете? Ну мы создаем цепочки, как подобраться к человеку. Это не только можно говорить об этом в контексте президентов, но и вообще каких-то там, вот допустим, типичный пример американца. Так же мы выходим как из президента. К каждому сенатору есть свой человек, который занимается расписанием его сенатора. Мы связываемся с этим человеком, мы его всячески пытаемся, гипнотизируем. Связывайтесь как кто? Алло, это русский пранкер? Ну мы думаем сначала, кому от кого лучше бы позвонить этому человеку, чтобы он наиболее раскрылся. Вот конечно же от какого-то близкого, от друга или еще от кого-то. Вот. Государство Украины можно набрать американцев, поскольку они там налаживают контакты. Да, вы часто это используете? Ну да, это наша любимая, скажем так, история. Нас даже внесли в этот черный список. Можно легко объяснить акцент. Это самое простое, да. Английский тяжело подделать. С Украиной любят уж пообщаться американцы. Вот. Вы работаете на ФСБ? КГБ? Нет. Тут мне добавить нечего. Товарищ полковник, я вам верю. Хорошо. Вы работаете на правительство на наше? Работаете по заказу? Нет, по заказу точно не работаю. Можно мне книжку? Да, конечно. Я же... Я знаю, какой следующий... Нет, нет, нет. Ребята делают государственное дело. Это нормальная ситуация, что все в интересах государства. Сергей Аксенов, глава Республики КГБ. Такая точка зрения есть, но мы же не только хорошие... Но вы же это себе на книжку напечатали сами. Это не только мы. Там, кстати, есть и негативные отзывы. Я могу вам зачитать. Один из Марк Фегин. Я убеждал аудиторию, что нет никаких пранкеров, а имеет место оперативной работы российских спецслужб. Вот. Потому что создается ощущение, что когда появляется некий враг России, тут же появляется Вован и Лексус, и этого врага тычут мордой в стол. Но мы же не должны работать на врагов России, правильно? Нет. Ну вот. Поэтому нам интересны они. Нам интересны они как собеседники. Может быть, они и не являются врагами России. Что ими движет. Ну то есть, когда вам присвоят очередное звание, это остается... Нам бы первое присвоить. Секретное. Первое, да. Кого вы хотели бы разыграть, но не смогли? Вот не то, что хотим, потом к нему подберемся. А вот не получилось. Не поверил человек, отгородился от вас. Оргкомитет. Ну вот нам такие вопросы, в принципе, задавали. Оргкомитет Евровидения был. Там немец один сидел. И когда мы ему позвонили, он сказал, что ваш английский лучше, чем у реального премьера, министра Украины. И он не стал дальше общаться. Это один из примеров. Было масса других случаев. Допустим, звонили мы в Госдеп Виктории Нуланд. Мы назначили, согласовали этот разговор. Уже все, должен был состояться. Как кто звонили? Как министр иностранных дел Украины. Клинки. Мы должны были обсуждать... Минки с украинских номеров перестанут брать после вас. Все. Ничего страшного. Ничего страшного. Просто мы должны были обсуждать минские соглашения, что там делать. В дальнейшем планы американцев. Было интересно узнать. Все, согласовали разговор. Вопрос был в том, что у них была специальная телефонная линия. Такой Red Swift. Не особо распространенная информация. Он замыкается на Белом доме. Это специальная связь. Там идет сигнал шифрования, которые могут общаться между собой. Только телефоны, у которых эта система есть. Соответственно, у нас был вот такой простой телефон. И по нему не удалось пообщаться. Это был первый случай, когда американцы общались по закрытой связи. В остальном случае они всегда общаются по открытой. О чем эта книга? И что в ней? Ну вот, кстати, я открыл случайно, увидел про этого пранкера Вавана, что он является племянником Суркова. Здесь пишут. Ну да, это один из... Алексус, он настоящее имя Алексей Лепс, агент КГБ Беларуси. А Владимир свою собственную книгу, он о ней говорит так, здесь пишут. Нет, здесь цитата одного из пользователей в интернете. То есть это пишут про нас. Мы об этом написали в книге. О чем книга? Ну, книга из трех частей состоит. Первая, это наша биография отдельно. Моя, биография Алексея. Потом вот эта точка соприкосновения. Почему мы решили работать вместе, как мы там первый раз встретились. Вторая часть, самое громкое наше творение. Ну, не просто какая-то там расшифровка, а... Есть рассказ о том, как придумали? Да, конечно. Вот здесь все подробно. Аналитика. Здесь именно все подробно рассказано, как вообще идея пришла под каждого персонажа. Здесь, кстати, просто-напросто перечислю тех людей, о которых мы здесь написали. Не просто... Это Борис Березовский, Михаил Горбачев, Олег Лешко, Коломойский, Сенченко. Ну, это был такой депутат красноярский Дмитрий Ярош. Наш патриарх, украинский филарет, Илья Пономарев, Алтон Джон, крымский блэкаут, Эрдоган, Савченко, Фейгин. Допинговые скандалы, глава ВАДа, Петр Порошенко, генсек НАТО, премьера Черногории и Хорватии, Светлана Алексеевича. В общем, здесь много чего, и про них подробно все написано. Ну, также звезды шоу-бизнеса, коллекторы и там всякие мошенники. А шоу-бизнес вам ближе? Да нет, ну это просто мы занимались еще на ранних стадиях, когда политики, в принципе, политики, наверное, тема политики так особо, она не была распространена. И такого интереса не было к ней. Если человек захочет стать пранкером, с чего начинать? С чего не надо? Ну ведь это уже уважаемое занятие, по службам практически. Нет, вы знаете, тут нельзя говорить уважаемое. Есть люди, которым это нравится, есть люди, которым это не нравится, но это есть как явление. А учить кого-то мы бы не хотели, потому что мы же не можем ручаться за своих учеников, как они могут эти методы использовать в своем случае. Вот, да, как раз хотел спросить, а не было ли мысли о том, что, ну, позвонить там на Нью-Йоркскую биржу, что-нибудь кому-нибудь сказать, хоп, и вот акции упали, и кто-то стал миллиардером и поделился с вами? Ну, это не наша задача, наверное, заниматься такими вещами, как бы. И нам это не надо, нам неинтересно, как бы нам больше интересны политики, вот, и какую-то финансовую выгоду, мошенническими путями, как бы, мы ничего не зарабатываем. Ну, это уже хорошо. Последнее тогда. Дайте совет, как от вас уберечься? Ну, не от вас, а вообще от пранкеров, от розыгрышей по телефону. Отказаться от телефона? Ну, не, ну, не так радикально. Ну, так-то сложно как-то отказаться вообще, да, от телефона и параноид от каждого звонка. А также ведь и нас могут разыграть вполне, как бы, наш телефон знает очень много журналистов, и мы также не проверяем, допустим, когда нам какое-то громкое событие, нам постоянно звонят по какому-то инфоповоду. Мы же не будем, как сумасшедшие, там, проверять каждый телефон. Всем даем комментарии. И также просто не говорить какие-то вещи по телефону, наверное, и, в принципе, если ты политик открытый, ты честный человек, то тебе особо скрывать и нечего. Поэтому, в принципе, не врать. Да, конечно. Все? Больше не будет советов? Ну, кроме как разбить телефон на стенку. Ну, во-первых, не нужно говорить то, что идет вразрез с позицией общественной у человека, и это самое главное. Спасибо большое. Желаю хороших продаж вашей книги. «Лексус» и «Вован» были сегодня в акценте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова